Здравствуйте, друзья! С вами Вадим Прятко, Анатолий Петрук. И сегодня мы хотим поднять важную тему – лечение хронических гинекологических заболеваний у крупного рогатого скота. Откуда берутся эти заболевания у наших коров? Ну, первое, что приходит на ум, это несвоевременная диагностика и неэффективное или нерациональное лечение. Да, действительно, это одна из причин и, возможно, основная. Но также ведут к развитию хронических заболеваний шейки матки, матки, яйцеводов и яичников с придатками. А также тканей, окружающих репродуктивные органы, ведет плохая подготовка коров и нетелей к родам, патологические роды или дистоции, неквалифицированное и несвоевременное родовспоможение, и родовспоможение вообще как таковое, разрывы, выворачивание матки и влагалища, задержание по следа и грубые оперативные удаления по следа с последующей травматизацией слизистой матки. И массированным заражением полости матки патогенами. Итак, возвратимся к нашему условному ветеринару, который мог неправильно или неточно поставить диагноз, назначить нерациональное лечение, которое, возможно, и сняло острые симптомы заболевания, но не привело к полному выздоровлению животного. Почему время так важно в диагностике и лечении воспалительных процессов? Дело в том, что воспалительный процесс в его классическом понимании проходит три фазы. Первая – альтерация или повреждение тканей. Вторая и основная фаза, продуктивная так званая фаза – это эксудация, когда выделяется большое количество эксудата. И это та фаза, активная, острая фаза, в которой наиболее благоприятно проходит лечение, наиболее эффективно. И третья, заключительная фаза – пролиферация. Это фаза, когда организм уже устал бороться и спешит изолировать воспалительные ткани разрастанием соединительной ткани. И если эксудация – это острая фаза, в которой важно поставить диагноз и назначить лечение, то пролиферация – это уже упущенное время. У таких коров может нарушаться цикличность, развиваются кисты. Также при многократном осеменении таких коров в их среде матки спермия и яйцеклетки просто не выживают. Спермия просто не может встретиться с яйцеклеткой по причине образовавшихся спаек, утолщения и сужения яйцепровода. Воспаленный рог увеличен и утолщен. Хотя при субклиническом эндометрите все может быть не так уж и очевидным. В матке скапливаются бактерии и их токсические продукты жизнедеятельности. Слизистая оболочка и железы видоизменяются и нередко атрофируются. Оофориты, сальпингиты, сальпинго-оофориты, эндомиосальпингиты, парапериметриты сопровождают такие процессы. Эти заболевания часто ведут к симптоматическому бесплодию животных. И что, все так безнадежно? И не стоит браться лечить животных в таком хроническом состоянии? Хотя существует определенный процент коров, которым уже просто невозможно помочь, все так там запущено. Большинству животных все-таки можно помочь даже в этой ситуации. Прежде всего мы должны убить инфекцию, если она там присутствует. Для этого нам нужно подобрать антибиотик, которому чувствительна микрофлора, вызвавшая воспаление, и провести санацию матки. Впрочем, некоторые гинекологи считают, что прежде всего нужно эвакуировать эксудат, а вместе с ним и токсины. И просто проводить санацию матки средствами, не содержащими антибиотикой. Например, тем же раствором сахара, физраствором или другими подобными средствами. Таким образом, делая среду полости матки благоприятной для нахождения спермии, а также яйцеклеток, а слизистую пригодной для прикрепления и развития эмбриона. Далее важно отрегулировать или вернуть в физиологическое русло эстральный цикл, используя для этого необходимые гормональные средства, витамины, минералы или регуляторы обмена веществ. Ну или комплексные препараты, которые содержат все эти компоненты. И, наконец, рассосать соединительную ткань, которая препятствует восстановлению репродуктивной функции и возобновлению фертильности. Для этой цели в нашем арсенале не так уж и много препаратов. А если разобраться, то специализированных препаратов всего лишь один. И это репродуктаза. Репродуктаза – ферментный препарат и содержит лидазу или гелоронидазу. 100 единиц в одном миллилитре. И чем нам может быть полезен этот фермент? Дело в том, что он расщепляет мукополисахариды. Таким образом, улучшает проницаемость тканей и движение межтканных жидкостей, что особенно важно при терапии хронических воспалений с явлением спаек и соединительно-тканных разрастаний. Его экзогенное введение восполняет дефицит фермента в организме и дает противовоспалительный эффект при нарушении морфофункциональной, в частности секреторной, деятельности органов – яйцевода, яичников, матки, семенников. Препарат вводят подкожно или внутримышечно один раз в сутки. Доза составляет 1 мл на 100 кг массы тела. Курс лечения – 14-20 дней. В особо тяжелых случаях курс нужно повторить через 7-10 дней. Наша практика показала, что можно увеличивать дозу вдвое – 2 мл на 100 кг массы тела, но при этом укорачивать вдвое курс, то есть вместо 20 дней мы делаем 10-дневный курс. Если в среднем на корову у нас идет 5 мл, то в этом случае мы используем 10 мл. Также из нашего личного опыта хочется отметить, при многолетнем использовании репродуктазы в схемах лечения гинекологических хронических заболеваний мы отметили, так сказать, результат налицо. И большинство животных, с которыми мы имели дело и проводили соответствующее лечение, полностью восстанавливали свои репродуктивные органы и в последующем осеменялись и приводили еще телят. Кстати, ледазу также используют в медицинской гинекологии при похожих показаниях. И напоследок хочу дать совет из жизни, из нашей практики повседневной. Если корова не полностью вылечилась, есть еще клинические признаки воспаления. Если корова визуально вроде бы вылечилась, вы не видите клинических признаков воспаления, но при этом корова перегуливает беспричинно 2 и больше раз, не спешите снова и снова ее осеменять. Сделайте паузу, разберитесь, поставьте точный диагноз и попробуйте назначить соответствующее лечение. При этом, даже если вы не определили никаких явных признаков заболевания, проведите курс терапии, используя при этом в том числе репродуктазу. Берегите своих животных. До встречи! Продолжение следует...